В Израиле жил человек, которого звали Элкана. У него было две жены. Одну звали Анна, а другую звали Финанна. У Финанны было много детей, а у Анны не было ни одного. Поэтому Финанна смотрела на Анну свысока, но Элкана больше любил Анну. Финанна знала об этом, и поэтому, когда она только видела Анну, она не давала ей спокойно жить и часто злилась на нее. Глупышка, даже ребенка родить не можешь. У Анны не было детей. Ее сердце просто разрывалось от печали. Ее глаза всегда были в слезах, и она не могла нормально есть. Ее муж Элкана делал все, чтобы ее утешить, но все равно сердце обоих очень болело. Анна в слезах пришла в храм Божий, а Анна, навзрыд рыдая, молилась. Бог, дай мне сына. Если ты дашь сына, то он будет до конца своих дней служить тебе. Анна молилась очень долго. В тот момент в храм зашел священник Илья. Он подумал, что Анна пьяна. Поэтому после долгого времени в молитве ее голоса не было слышно, а губы двигались. «Анна, что с тобой? Ты что, пьяная?» «Вещенник, я не пьяна. Я молюсь, потому что мое сердце наполнено обидой и грустью». Вещенник Илья выслушал Анну и благословил ее. «Теперь понятно. Иди с миром. Бог услышал твою молитву». Анна поблагодарила священника и пошла домой. После этого к ней вернулся аппетит, и она перестала переживать. Бог наконец-то вспомнил про Анну. Совсем скоро у Анны появился ребенок. Она родила ребенка и назвала его Самуил. Она любила и растила его с радостью до тех пор, пока кормила его материнским молоком. Как только Самуил перестал питаться материнским молоком, она отвела его в храм, как и обещала Богу. «Священник, я приходила сюда однажды молиться. Я молилась, чтобы Бог дал мне сына, и он ответил на мою молитву. Теперь, как я и обещала Богу, я привела его, чтобы посвятить Богу». И Анна с радостью и благодарением прославила Бога. Вот так Самуил стал жить в храме вместе со священником Ильей, где он служил Богу. Бог излил свою благодать и дал Анне еще сына и двух дочерей. Анна стала мамой многих детей. Самуил рос, и все больше и больше ему нравилось быть вместе с Богом. Однажды, глубокой ночью, Самуил спал в храме, где находился Божий ковчег. Тогда ему послышался странный звук. «Самуил! Самуил!» Самуил быстро поднялся и побежал к священнику Ильи. «Священник, вы звали меня?» «Нет, дитя мое, я не звал тебя. Иди спать». Самуил опять вернулся в храм. «Самуил! Самуил!» Опять ему послышалось, как его кто-то зовет, и он отправился к священнику Ильи. «Священник, вы меня звали?» «Нет, не звал я тебя. Ложись спать». И когда Самуил опять вернулся в храм… «Самуил! Самуил!» Опять он услышал, как его кто-то зовет. «Священник Илья, я…» «Да ну, я уже почти заснул». Тогда Илья понял, что Самуила зовет Бог. «Самуил, пойди, и если тебя опять позовет Господь, скажи так. Господь, говори, я слушаю тебя». Когда Самуил вернулся в храм, то он услышал, как его кто-то зовет. «Самуил! Самуил!» «Говори, Господь, я слушаю». С того момента Бог начал разговаривать с Самуилом. Бог был вместе с ним даже тогда, когда Самуил стал взрослым. Поэтому израильтяне узнали, что именно Самуил стал новым пророком Израиля. Самуил говорил народу то, что слышал от Бога. Он очень долгое время служил Богу. После этого он верой управлял израильским народом и помазывал царей. Он был великим человеком, который возвещал Слово Божье людям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok